Ну что, а сейчас начинается показ коллекции The Sport. Заключительно ужин здесь, в России. Команда уже вся в сборе. Так сказать, пробуем русскую еду, да, перед отъездом? Мы едим, да. Сколько мы ее еще не будем есть? Не знаю, когда нас домой отпустят. Я так захотел. Какие вы все красивые. Так, ну что, можно перед отъездом поесть запеканочки. Нам еще сырники приготовили. Я сырники так сильно люблю и так давно не ел. И кофе. Мексиканский сериал продолжается, Александр Иванович. Меня все спрашивают, почему я усы не сбрил, Лерик. Не сбрил, потому что так нравится. Кстати, как вам? Нравятся мои усы? Напишите в комментариях. Ну все, пора идти грузиться. Едем в аэропорт Шеми-Шереметьево. Нас ждет дальняя-дальняя дорога. Вова, ты готов к дороге? Да. Конечно, с такой авоськой пирожков. Еще бы, еще бы ты был, не был, не был не готов. Нормально, не успел, слушай. Саньте, одна сумка? Значит, тут каждый выходит помогать друг другу на выручку. У нас три багажных места, целая сумка медикаментов, мазюлик всяких, бинтиков. А что там аккаунт? Аккаунт заблокирован. Так, аккредитация. Аккредитация. Можно отсвечивать. Ага. Так, паспорт 5675 заканчивается. 5675, да. Все у вас, все. Если вы готовы, я могу вас направить на стол. Пропустили по специальному коридору, к красному коридору, без соприкосновения с обычными пассажирами. Досмотр на можно было очень легкий. Поставили быстренько все печати. Все, теперь мы здесь уже в зоне duty free. Ну и так, нам вон в ту сторону. Ребят, ну что, добро пожаловать на борт вместе со сборной командой ROG по самому спорту. Мы вылетаем с вами. Мы вылетаем в Китай. Именно здесь, в Китае, пройдет 24-я зимняя олимпиада. И это не обычная олимпиада, это снова Азия. Мы уже были в ноябре в Китае, и я хотел сделать для вас специально ролик. Но пока не получилось, и по ряду правил КАС я не могу выкладывать ролик с отечественной, с государственной символикой. Поэтому он будет уже после олимпиады. Но, тем не менее, я буду каждый день стараться делать небольшие ролики и рассказывать, как мы живем, что у нас происходит, какие события интересные случаются, мнение спортсменов, мнение тренеров и, может быть, мнение других иностранных спортсменов. Поэтому обязательно подписывайтесь, следите за успехом нашей команды. И, конечно же, ждут вас комментариев. Так, ну что, может быть, будет очень-очень шумно? Это первый прием пищи. Таня, как ешь, да? А? Во, мне вкусно все. Все вкусно? Да, я рыбку взяла. Ты взяла рыбу? Я тоже взял рыбу, еще не распаковался. И вот там народ у нас кушает. Потому что вот так вот выглядит ужин. Это рыбка, рис и салатик с рыбкой. Здесь у нас десерт, булочки, томатный сок, сырки и колок. Играет т tech. Здесь у всех. Семajcie. Мы уже практически пролетели в Кирку, сейчас разворот самолета в воздухе и будем садиться. Первые моменты высадки в Пекин, вот уже привычные белые человечки там. Четыре выпуска, каждый третий день, да, планируем? В идеале. Примерно так, да. Ну вот, так что готовьтесь каждый третий день. Будет с ними виситый тыкер. Видеоблоги. Все, мы делегации, наша делегация. Немного численно у нас был большой-большой самолет на 400 мест, а летело всего нас около 55 человек. Поэтому летели с комфортом, с большим пространством между друг другом. Было классно. Ну вот и аэропорт, это терминал такой же закрытый. Видите, баннеры Beijing 2022. Ну и прилетаем, конечно, не только мы сюда, прилетают сюда все страны. Я, скорее всего, подозреваю на это, что так и есть. Понравилось, больно паста? Да. Это у меня беспонтовая. А щетку ты не взял? Нет. Тебе пальцами будешь чистить? Щетка своя. Зона контроля. Салю. Я там. Тебеmot. Зона контроля. У него запах. У меня сейчас живет. Время. Железать. Тебе пальцами подкаем. Все permanенты, любые или 2,500 чай. У него есть что-то, полночеш. При proteком. Тебе раствор-кулево-кулево-кулево-кулево-кулево-кулево-кулево-кулево-кулево-кулево-кулево. но на самом деле прошло все не так уж и страшно все достаточно аккуратненько нежно кто-то там говорит самый больной пациент ничего подобно может быть самый глубокий вот теперь вопрос куда идти так на вот сюда это было залезли прямо в душу прямо в душу насколько слезы идут до сих пор но пока надеюсь что это слезы счастья самое это интересное было германии когда было сильно у нас паспортный контроль с делится ребята впечатлениями как брали тут видны одни следы антисептиков все все залито видите порошок высох и все таких таком белом налете как всегда у нас куча куча багажа и все получила все приехала все чистенько это круто вот это лайфхак а у меня тоже должно быть подписано так ну что мы вышли из аэропорта и куча куча автобусов стоит все они поделены на зоны по гостиницам в этот раз не надо волос последний следующий вот здесь указано таблички какие гостиницы у нас мэриот вот сюда на зона 8 классный автобус хорошо спокойно чистенько тепло знакомые знакомые лица все тихо так классно да ой солнечно ну прям сплошная радость а вот на спортсмены идут соседнем автобусе которые на тратоге хорошо в этот раз прикольнее да с вещами сразу без проблем без геморро ну это да не ну значительно легче сейчас легче проходит мы не ждали там куча часов багажа кайф просто кайф сравнение с ноябрем просто сказка пока не ну да это 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 на самом деле мы живем не в мариотте мы заехали туда по ошибке сейчас проедет автобус это кстати вроде электро электро бас до написано нарисована батарея на автобусе только что проехал это кстати шаттлы которые возят отсюда из гостиницы на олимпийские объекты или в деревню или на трассу также можно воспользоваться тойотами это машинки highlander и они тоже гибридные ездят ребята достаточно быстро время в пути примерно составляет 23 30 минут ну на автобусе наверное будет это значительно дольше пока мы пользуемся вот легковыми автомобилями и это в принципе очень очень удобно здесь в отеле мы завтракаем завтракаем тоже по определенным правилам нас рассаживают по одному вчера мы могли только присаживаться и нам приносили еду ну а сегодня игра немножко поменялась и мы сами могли себе набирать ту еду которую хотим и также садиться за отдельные столы касаемо обедов и ужинов все это происходит уже на территории олимпийской деревни наша деревня находится в провинции янцинь а вот эта гостиница в городе янцинь находится вот и ездим туда обедать ужинать скоро начнутся уже тренировки завтрашнего дня у нас будет трек-волк прогулка по трассе и я постараюсь вам показать тренировку и саму трассу в дневное время потому что если вы помните то в ноябре месяце когда мы были здесь на первом этапе кубка мира по самому спорту тогда не было возможности снимать трассу днем мы все время тренировались вечером ну и надеюсь что в этот раз я вам покажу всю прелесть и всю красоту этого китайского чуда потому что действительно трасса она просто великолепно выглядит она потрясающе и вы должны это увидеть ну и покажу вам примерно как выглядит гостиница в которой мы находимся называется она к седух отель по периметру расположены корпусы и вот главный корпус он как-то похож слишком на капитолий может быть я конечно ошибаюсь напишите в комментариях на какое здание похоже вот этот основной корпус который находится за моей спиной я постараюсь максимально отойти чтобы вы могли посмотреть в полный размер так сказать само это здание вот ну и кстати вот эти тойоты на которых мы ездим путешествуем пока каждый день вот они выстроились целый ряд 4 штуки видимо тоже возят не только наших тренеров но и тренеров других команд кстати да здесь находимся не только мы здесь мы видели тренеров из латвии ну и наверное из других стран ребята тоже здесь живут на этом я думаю пока все это вся информация которая есть на данный момент вчера я был в деревне у ребят ну а это уже будет тема следующего выпуска покажу вам столовую покажу вам комнаты как живут наши спортсмены и ну и покажу вам объекты которые находятся на территории олимпийской деревни и еще самое прикольное что с олимпийской деревни можно на фаникулере подняться на высоту на гору и горят оттуда просто открываются потрясающие красивые виды обязательно это сделаю обязательно запишу и покажу чтобы вы насладились китайской красотой все до скорого включения